Бывает так, что не хватает частот каких-то. Как-то не так вот музыка играет. Что-то там как-то плоско, невоодушевлённо. Как-то не знаю я. Ширидный какой-то объёма не хватает. Начинаешь крутить. А что делать? Ну, динамик не играет. А ты его уже купил. Что его выкидывать теперь? Начинаешь эквалайзером пользоваться. Но тут нужно оглядывать. Вваливать при накрученном эквалайзере в плюс категорически нет. Нельзя. Будут искажения. Я думаю, слышно было, да? Просто у меня здесь смоделировать такую ситуацию, какая будет в машине, невозможно. Потому что здесь чистый трек. Я его даже если плюс 15-20 децибел делаю, всё равно искажения не слышно практически. Ну, можно попробовать. Давайте попробуем. Как вам звук? Там не у всех уши кровь не пошла, я надеюсь, ни у кого. Это очень утрировано. Но я вот попробовал сейчас создать ситуацию, когда у тебя в шишку выкручено и эквалайзер ещё в плюс накручен. Где-то на середине. Могу ещё на высоких накрутить. Смотри. Где-то вот так. Сейчас добротность уменьшим. Слушай. Ну как, рак ушей? Ну это максимально похожая ситуация. Конечно, таких искажений ты не услышишь, скорее всего. Тебе противно будет. Ты сам поймёшь, что... Блин, да что-то я накрутил вообще жуть какая-то. Если ты понимаешь... Вот я логический человек, да? Взрослый логический человек. Я понимаю. Если я вот эту ручку крутану, звук поменяется вот так. Тут как бы особого ума-то и не надо. Просто логика. Если ты вот эту крутанёшь, звук поменяется вот так. Если ты много накрутишь, в этом месте, скорее всего, просто упрётся куда-то там в потолок звук, и будут искажения. Вот и всё. Если ты слушаешь потихоньку, ты можешь на эквалайзере... А там всё равно защита какая-никакая, дурака, но есть. Если ты потихоньку слушаешь, ну грубо говоря, там полгромкости, то можно крутить эквалайзер вообще весь в шишку. Что и делают пацаны. Так и слушают. Но они это слушают не на полгромкости, а на всю. Не понимая, что они делают. И в итоге сгорают первым делом пищалки, потому что гармоники на них летят огромные. Потому что когда ты высокие накручиваешь на всю середину, там туда превышение вообще всего приходит, и сгорает просто катушка. Поэтому коаксиальники, вот эти вот, у которых на ноге посередине пищалка стоит, у них пищалки у всех почти сгоревшие. Почему? Потому что он сел. Чё-то баса много, середины высоких мало. Так, дай-ка я плюсану, плюсану, лаут включил, в шишку. О, ништяк орёт. Ой, а чё-то опять глухо. Чё-то я оглох, наверное. Давай ещё плюсану. Не, уже такого звука нет. Подошёл. А, чё-то вообще тут ничего не играет. Ну, спалил уже. А чё ты сделаешь? Ничего, всё, уже спалил, выкини. А мидбас дольше живёт. Там другая проволока, опять же, ход, катушка с определённого материала. Рядом находится сам моторн, кёрн, там вот эта вся фигня. Но как-то более-менее охлаждается. Ход есть, оно охлаждается. А высокие частотники, они хораз и сгорели. Поэтому эквалайзером пользоваться можно и нужно, но с умом, ребята. Вот это моё личное мнение. В голову вбивать не буду. Анзор не за что. Для этого запускаю стримы, чтобы советовать. Это настолько, насколько я знаю.